Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» информационно-аналитическая программа «Время говорить». В студии Олеся Харлина и мы готовы поделиться главными событиями сегодняшнего дня. Тысячи свечей на рассвете и цветы к вечному огню. В Рязани прошел день памяти и скорби. Рязанские справедливые росы журналистами проверили выполнение поручений Сергея Миронова по Огскому заповеднику. Профессия от Бога. Медицинские работники выслушали поздравления по случаю профессионального праздника. Для миллионов советских людей утро воскресенья 22 июня 1941 года было обычным выходным. Все изменилось в полдень, когда по радио прозвучала знаменитая речь Вячеслава Молотова. Он сообщил о вероломном нападении фашистской Германии и объявил о начале отечественной войны против агрессора. В наши дни 22 июня во многих странах мира приспускают государственные флаги и вспоминают погибших героев. Сегодня в 4 часа утра тысячи свечей по всей России зажглись в память о бесстрашных войнах. Традиционно памятные мероприятия с возложением цветов к мемориалам прошли и в нашем городе. Для ветеранов Великой Отечественной это уже 70-й год без войны. Но по-прежнему замирает сердце при выстрелах, даже когда понимаешь, а не во славу павших воинов. Почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны пришли губернатор Олег Ковалев, председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, глава Рязани Андрей Кашаев, представители областного правительства, городской администрации, ветеранских общественных и молодежных организаций. Многие ветераны стойко начали этот день еще на рассвете. В четыре часа мне лично пришлось участвовать в этом скором дне на нашем военном комплексе, на термящем кладбище. Там мы выразили сочувствие и глубокую отдали дань тем людям, которые отдали жизнь на нашу родину. И мне отдали почти тех на ветеранов, которые победили в этой войне. Войну действительно победил именно советский солдат. Это он сумел одарить лютого врага. Слава этому солдату на долгие годы, слава на века. Прадед волонтера Андрея тоже был удостоен ордена Красной Звезды. Среди добровольных помощников практически у каждого кто-то погиб на войне или вернулся победителем. На протяжении всего периода подготовки к празднованию 70-летия победы ребята по-своему отдавали дань памяти и прекрасно понимают, сколько горе и мужества стоит за каждой наградой ветерана. Конечно, понимаем. Мы чувствуем гордость за свою страну и за наших героев, которые пали во время Великой Отечественной войны. Окский государственный природный биосферный заповедник, расположившийся на 80 тысячах гектаров земли в Рязанской области, известен на всю страну. И между тем, проблему заповедной зоны, несмотря на федеральное значение природоохранной территории, немало. В их числе газификация поселка, ремонт дороги, сертификация зарплата сотрудников, а также вопрос транспортной перевозки местных жителей и туристов. На встречу с журналистами, которая состоялась в Брыкином бару 19 июня, собрались начальник отдела экопросвещения заповедника Марина Дидарчук, юрист заповедника Марина Турунина, депутат Рязанской областной думы Сергей Исаков и руководитель Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» Андрей Рязанцев. Они рассказали, на каком этапе решение насущных проблем находится на настоящий момент. Апрельская встреча руководства Окского заповедника с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым во время его рабочей поездки в Рязань стало первым шагом на пути к выходу из сложившейся ситуации. Неудовлетворительное состояние дороги Спас-Крязанский и Брыкин-Бор обсуждается уже несколько лет. Проблема для заповедника важная, ведь из года в год у неуклона снижается количество экскурсионных групп. Перевозчики просто отказываются везти туристов по разбитой дороге. До минувшей весны этот вопрос не двигался дальше обсуждений. В этом году число экскурсионных групп снизилось просто в разы. И вот эти турагентства, которые нам привозят экскурсионные группы, они сказали, что они отказывают каждой второй группе. А это и дети, это и взрослые, которые хотят посетить заповедник. Почему? Потому что они не находят перевозчика. Я еще раз хочу сказать, что мы, конечно, очень благодарны, что, во-первых, Сергей Михайлович и вот таким образом продвинул наше обращение, благодарны Олегу Ивановичу, что дальше развитие пошло. После обращения к Сергею Миронову в заповедник пришло письмо от правительства региона с планом ремонта дороги Рязань-Спас-Клакош на 2015-2016 годы. Согласно плану, в 2015 году отремонтируют 2,5 километра дороги от Спаска до села Лакош. А в 2016 году предстоит ремонт 9,8 километра и реконструкция 21 километра дороги. Кроме того, Минтранс региона запланировал отремонтировать ряд внеплановых участков. Карточный ремонт начался уже в мае. Развитие данной территории должно быть серьезной задачей. И к нам в Центр защиты прав граждан «Справедливая Россия» поступили обращения по ряду проблем. Сергей Михайлович Миронов знает о них, уделяет особое внимание. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем и стараемся решать эти вопросы, и особенно в части контроля. Если брать дорожное строительство. В Рязани недавно мы объявили о запуске проекта по контролю дорожного ремонта под названием «Бездорожье Рязани». В рамках этого проекта предполагается формирование онлайн-карты интерактивной в сети интернет. Проект уже запущен сейчас в тестовую эксплуатацию. Идет его информационное наполнение на домен нашей дороги.рф. В рамках этого проекта, с его помощью, мы и планируем, как собирать информацию по проблематике дорожного ремонта состояния дорог города Рязани, Рязанской области, безусловно, именно проблематики Спасского района дороги Спаск-Брекенбор. С помощью этого мы и будем контролировать, безусловно. То есть наш Центр защиты прав граждан ориентирован как раз именно на общественную экспертизу и общественный народный контроль в решении данных вопросов. Решается и проблема газификации поселка Брекенбор. Деньги уже выделены, и сейчас вопрос только в экологической экспертизе местности. «Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы провести газификацию, необходимо проектно-спертная документация. Администрация заповедника сказала, что есть у них эта документация, но ее все равно нужно провести экспертизу. И после этого я думаю, что на следующий год решение должно быть принято». Коллектив заповедника также подал ходатайство Сергею Миронову, чтобы тот выступил с законодательной инициативой в Госдуме РФ о внесении сотрудников заповедника в перечень лиц, имеющих право получать жилищные сертификаты. Дело в том, что сотрудники оказались лишены права приватизации, ведь земля заповедника федеральная. В зарплаты сотрудников еще один злободневный вопрос. Марина Дидорчук озвучила цифру – 7300 рублей. В этом году Окский заповедник отмечает свое 80-летие. По случаю юбилея в сентябре запланирована представительная научная конференция. И коллектив заповедника выразил надежду, что к тому моменту хотя бы часть проблем будет решена. Улица Почтовая за все время существования обросла огромным количеством реальных историй и легенд. Наверное, все дело в контингенте. Барды, художники, креативные гости города – кто только не блистал здесь своими талантами. А какими она славилась электрическими театрами? В 1913 году их было шесть на одну улицу. В кинотеатрах шли драмы, комедии, фарсы, документальные фильмы, экранизации классических литературных произведений. Порой показывались и цветные французские феерии, в которых красивые женщины превращались в цветы. Вы скажете, когда это все было? Поверьте, лет через 50 наши внуки будут также восхищаться днем сегодняшним. О фестивалях, конкурсах и праздниках на Почтовой, которые ожидают жителей и гостей города этим летом, расскажет Дарья Смирнова. Рязанский Бродвей, Арбат и, наконец, Подбелка как только не называют рязанцы свою главную пешеходную улицу. Но в следующие несколько месяцев именно историческое название станет самым популярным. Стартует фестивальное лето, встречи на Почтовой. Организаторами выступает администрация города. Идея такая у администрации изначально ставилась, чтобы сделать из этой улицы место, куда могли приходить отдыхать гости города, горожане, друзья, кто приезжает. Например, куда пойти, я ищу, да пойдем на Почтовую. Там что-нибудь всегда должно что-то происходить. Программа планируется очень насыщенная. Каждую пятницу на Почтовой будут проходить фестивали и праздники, народные гуляния и ярмарки. Горожане всех возрастов найдут здесь для себя что-нибудь интересное. На главной сцене будут проводиться развлекательные программы и выступать творческие коллективы города. Помимо этого вдоль всей улицы разместятся площадки с мастер-классами и презентациями. Отдельное внимание организаторы уделяют проведению выставок-продаж «Рязанский вернисаж». Для участия мы приглашаем с товарами народных промыслов, сувенирной продукции и с кондитерскими изделиями, с прохладительными напитками, мороженым. Сейчас даже закуплено оборудование, столы, стулья, для того, чтобы предпринимателям или предприятиям дополнительно они привозили с собой необходимое оборудование. Столы и стулья будут располагаться по адресу почтовая 60. Участие в выставке-продаже совершенно бесплатное. Необходимо лишь оставить заявку в отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации Рязани. Первая встреча на Почтовой пройдет уже в эту пятницу, начало в 6 часов вечера. Организаторы обещают презентацию всех предстоящих мероприятий и празднование Дня молодежи. В программе выступления музыкальных групп, танцевальный батл, детская площадка от Рязанского отделения Российского союза молодежи и множество других конкурсов, квестов и викторин. Отдыхать так с душой думает каждый из нас, отправляясь на песчаный бережок со своим семейством. Причем, если что-то не готово к нашему приходу, мы возмущаемся, при том как сами не торопимся читать правила, а иногда исследовать им. Сотрудники МЧС, городского лесничества и полицейские регулярно проводят рейды. О результатах одного из них расскажет Ольга Харламова. В жаркую погоду, когда столбик термометра показывает почти плюс 30 градусов, самое излюбленное место отдыха – это, конечно же, пляж. Официально купальный сезон открылся 1 июня, хотя многие рязанцы уже вовсю купались в мае, погода позволяла. Сейчас активно обсуждают, насколько хорошо оборудованы пляжи, есть ли там летние кафе, аттракционы, предусмотрены ли все удобства. Ведь отдыхать хочется с комфортом. В этом году у нас организована пляжная зона, которая соответствует всем требованиям законодательства. Работает медпункт, на территории всегда находятся спасатели. Есть раздевалки, туалетные комнаты, возможность вымыть ноги после пляжного купания. Из дополнительных опций у нас организована комната матери и дитя, детский развлекательный комплекс. Но помимо отдыха на пляже, многие любят собраться в дружной компании, прогуляться или посидеть в лесопарке. Разговоры да под шашлычок. Вот только костер разводить, где попало, не стоит. Об этом в том числе напоминают на специальных рейдах. Великий философ Древней Греции Сократ говорил, все профессии в мире от людей, только три от богов. Судья, педагог и врач по определению мудреца получают свой дар свыше. Если обычный человек спасает чужую жизнь, то его чествуют как героя, вручают награду, о нем пишут в газетах. Для доктора спасение людей является ежедневной тяжелой работой. Роман Дворецков имел возможность лично поздравить сотрудников Рязанского медицинского университета с профессиональным праздником. 21 июня свой профессиональный праздник отмечают врачи всего мира. В этот день в их адрес звучат слова благодарности за их благородный труд. В преддверии Дня медицинского работника в Рязанском медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. Собравшихся в зале специалистов ведущих медицинских учреждений нашего города, ветеранов медицины, преподавателей, студентов и выпускников поздравил заместитель председателя правительства Рязанской области Буняшина Елена Ивановна. Уважаемые коллеги, разрешите от имени правительства Рязанской области поблагодарить вас за труд, за любовь, за внимание, за то, что вы не безразличны не только к своей профессии медицинской, но и к нашим студентам. Рязанский государственный медицинский университет имени Павлова считается одним из лучших в стране. Все эти годы ВУЗ не только сохранял и передавал знания многим поколениям молодежи, но и выступал генератором новых научных и образовательных идей. Выпускники РязГМУ востребованы в России и за рубежом. У нас студенты очень активные, во многом самостоятельные, поэтому они действительно приветствуют своих преподавателей, приветствуют себя, как коллег, как молодых коллег с этим праздником, и я думаю, что концерт удастся. Профессия врача – одна из самых сложных. Она требует огромного терпения, чуткости, щедрости души, самоотверженности, а порой и самопожертвования. А это значит, что всегда будут необходимы специалисты, воспитанные в лучших традициях отечественной школы. Борьба с бомбилами, как давно окрестили таксистов-нелегалов, в народе активизировалась давно. Тенденция хорошая, главное, чтобы в итоге весь рынок не заняли отдельные крупные игроки. Среди добросовестных таксистов бытует мнение, что на фоне жестких мер относительно нелегалов явно не хватает поощрений в отношении тех, кто занимается законными перевозками. Бомбилы, в свою очередь, возмущаются наличием чрезмерного внимания к их персонам. Причины-то разные. У кого-то действительно боевое крещение в качестве перевозчика пассажиров, а тут сразу рейд. С начала года в Рязани сотрудниками полиции было составлено 67 протоколов. В сегодняшних рейдах было выявлено два факта нарушения водителями законодательства Российской Федерации, а именно осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения лицензии. Водители опускают глаза, клянутся оформить необходимые документы и находят вроде бы по-человечески понятные причины для своего проступка. Только сотрудникам полиции по должности не положено понять и простить. Ну, знаешь, что незаконно так лезет? Ну, слышно сказать, что надо сделать, но опять же, спрос-то не по незнанию, да, по неопытности. Незнание закона не освобождает от ответственности, уважаемые господа таксисты, а к профессии нужно относиться с уважением, даже если она временная. Таким был сегодняшний день. Далее в эфире программа подробностей, а я передаю слово моему коллеге Евгению Зызину. Всего вам доброго и до новой встречи в эфире. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин